Всем привет! С вами я, Алиса. Надеюсь, вы скучали по обзорам. Итак, сегодня мой глаз упал на набор Моу Монстеристес. Некоторых куколок Эйсета я даже сравню с другими выпусками данных персонажей. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик под видео, чтобы первым получать новинки моего канала. А все ссылки на мои социальные сети для общения будут в описании. Пятерной набор посвящен прогулке по магазинам, которые решили совершить пять героев Монстр Хай. Дракулаура, Инвизибили, Спектра Вендергейст, Джи Джи Грант и Клодин Вольф. Сет не является новинкой и был выпущен в конце 2015 года. Однако его было трудно достать, так как он является эксклюзивом торговой сети Target. На русский язык название Моу Монстеристес можно перевести как Монстр Хай в торговом центре или же Здрасте по шоппингу. Официального названия у данной серии нет. Вообще Моу это торговый центр, так что серия, как мы можем понять, для любителей шоппинга. Коробка пятерного пэка оформлена в новом стиле. Спереди она полностью покрыта пластиком. Куклы, за исключением Дракулауры и Инвизибили, находятся близко с пластиком. Размером она такая же, как и старые коробки. Для сравнения я взяла пятерной сет Skull Shores или Skull Shores и шестерной базовый наборчик. Слева от кукол расположены картонные вкладыши с гербом Школы Монстров, а также логотипом Monster High. Правее смешные арты, выполненные в фотобудках торговых центров в стиле селфи, которые сейчас очень популярны. За объективом нет фотографа, а съемка автоматическая, поэтому можно дурачиться и позировать в новеньких купленных новеньких вещах. В общем, Монстряшки этим и пользуются. Самые внимательные ребята заметили, что на фото нет Дракулауры. И нет, Маттелл не забыл ее нарисовать. Для тех, кто не знает Дракулаура-вампир. А вампиры не появляются на фото и видео, а также не отражаются в зеркалах. На первом фото ребята просто улыбаются в камеру, на втором корчат рожицы и высовывают языки, а на третьем примеряют модные очки. Под фото нам еще раз перечисляют имена всех персонажей и название коллекции Мол Монстеристес. Этот набор прошел огромный путь из Канады в США, а потом только ко мне, поэтому у меня неамериканская версия и все написано на разных языках. Значок серии выглядит как бумажный фиолетовый пакет из монстра-бутика. Подставок, расчесок и дневников у петерного пека Мол Монстеристес нет. Он оформлен как и обычный сет в бюджетном варианте. Этой вставочкой просто забили пустое место, потому что внутри пустота. Эх, возрастное ограничение 6+, хотя в наборе нет каких-либо мелких деталек в виде малюсеньких браслетов или сережек. На внутренней части коробки изображен торговый центр с различными монстромагазинами в малиново-черных тонах. Сбоку мы видим арты героев и герб Монстра Хай. С задней стороны еще раз арты персонажей, но на этот раз крупнее, раз так в 5. Узнаете себя? Что-то я... да. Под артом есть небольшая история о том, что ребята сделали фото, но Дракулаура не отображается, так как таких технологий для вампиров еще не придумали. Куколки сделаны в Индонезии. Основная же инфа содержится на дне коробки. Ну что, вскрываем набор. Надеюсь, открыть его не составит особого труда. Спустя несколько минут кукла уже на воле. И да, в набор к ним не прилагались никакие подставки, дневники, расчески, как я и договорила ранее. Поэтому пришлось позаимствовать у других монстряшек. Они, собственно, поделились и вот результат. Что ж, я даже не знаю, с кого нам начинать, кого первого рассматривать. Ну, давайте сначала уделим внимание дочери Дракулы. Оле! Итак, поехали. В этой коллекции ее волосы практически полностью окрашены в розовый. И лишь часть прядей сзади черные. Текстура волос Дракулауры очень приятная. Такое ощущение создается, что они сильно электризуются. Мне кажется, что Дракулауре очень идет этот цвет волос. Она сразу становится такой романтичной и нежной. На голове у нее красавица черный ободок с бантиком. Держится он на резинке. При желании можно легко снять. Делать я этого, конечно, не буду. У Дракулауры, мол, монстристес, малиновые губки с блестками и светло-бирюзовые тени, что смотрится довольно необычно для данного персонажа. В этой серии Улла напоминает мне подделку. Да-да, именно подделку. Минут пять, покопавшись в интернете, я нашла более-менее похожую Дракулауру. Но подделку, как я и говорила. Это закос под серию D-Tired. Если приглядеться, то у нее такой же макияж. Ну и есть довольно много фотографий, где наглядно видно, что цвет волос довольно похожий. Может, Маттел руководствовался работами создателей подделок? Совпадение? Не думаю. Или это я так сильно накручиваю? Но опять-таки, я ни в коем случае не говорю, что подделки это супер-класс. Нет, наоборот. Эта Дракулаура, по моему мнению, в тысячу, а то и в миллионы, в миллиард раз лучше каких-либо подделок. Она вышла очень благородной и красивой в этой серии. А если находить более-менее похожую монстряшку из кукол Монстр Хай, то, на мой взгляд, очень подойдет Ула из коллекции Дракулокер. У этих девчонок особо не навороченные платья, похожие туфельки. Разница, как мы видим, лишь в леггинсах и наличие аксессуаров. Ну и также, может быть, немного в мейке. Платье Дракулауры из набора на одну лямку. На нем есть изображение плаката фирмы с Элизабет, она же Вероника фон Вамп. Взглянув на кисти рук Дракулауры, кажется, что она является главной заводилой по шоппингу этой компашки. Мол, именно она командует всем, какой бутик посетить и что купить. С такой вот рукой. Да чего докатился Маттелл! Вы посмотрите на эти сумки. С виду супер-вещичка. Можно положить туда какие-то маленькие аксессуарчики, как в наборе «Я люблю обувь». Но если перевернуть, становится понятно, что сумки-то липовые. Ммм, спасибо. На ножках Дракулауры малиновые ботиночки, которые тоже уже много раз повторялись в различных коллекциях. К примеру, у Лагуны из пятерного пэка студенческого совета, Эбби я люблю моду и так далее. Но даже несмотря на это повторение, я ставлю Дракулауре 5 баллов из 5 за свою оригинальность. Или, как говорит моя мама, 5-5-5. Сейчас давайте уделим немного времени персонажу, который наделал большую шумиху в свое время среди фанатов Монстр Хай. Этой звездой является очаровательный парень Инвизибили. Как-то все слили фотографии прозрачной тушки, и все так надеялись, что она принадлежит Джонни Спириту. Но это оказался Билли из пятерного набора Монстристес. Билли выходит лишь второй раз в виде куклы, поэтому для сравнения можно взять лишь Инвизибили из серии Скармэстер. Заметно, что тушка у него стала более прозрачной. Руки Билли полностью прозрачные, как и его ноги. Теперь ему проще будет становиться невидимым. Короткие синие волосы с голубыми прядями зачесаны назад и сильно залачены. Бровки изогнутые, как будто он угрюм и чем-то недоволен. Если обычно у мальчиков Монстр Хай губы окрашены, то у Билли губы никак не выделены. В ушах у Инвизибили из Скармэстер что-то наподобие туннелей. Но у Билли из Пэка дырочек нет. Быстро у него заживает. Людям бы так. Верх у Инвизибили Моумастристес это майка с сетчатым верхом и черно-синим принтом. Он отдаленно напоминает мне Фрэнки Штейн. На ногах коричневые штаны. Образ завершают высокие черные сапоги со шнурком. Большая радость для тех, кому надоели тапочки и бриджи, которые повторяются у большинства мальчиков Школы Монстров. В одежде Инвизибили предпочитает минимализм. Именно поэтому в этой коллекции он достоин твердой четверки. Следующая Монстряшка, которая попала под мою горячую руку, это Спектра Вендергейст. Вот смотрю на нее и прям представляю ту старенькую Спектру из серии Гулс Найт Аут. У них общий не только цвет волос, но и принт платья, а также обувь. Как и положено Дочери Призраков, у Спектры белое тело с прозрачными ножками и ручками. Брови Спектры лиловые, а макияж выполнен в довольно мрачных тонах. Фиолетовые тени и насыщенно малиновая помада. Волосы не спадают до пояса и окрашены в два цвета. Фиолетовый и цвет фуксии. Тем самым очень напоминает коллекцию Гулс Найт Аут. Спереди есть пробор. В коллекции Моу Монстеристес у Спектры довольно простой наряд. Короткое платье выше колена с лямками в виде цепей. Платье выполнено в привычной расцветке для Спектры. Черно-фиолетовое с узором, из цепей и черепков Монстр Хай в разных вариациях. Почти такой же принт был у Спектры из старенькой серии. Если же у призрачной сплетницы Школы Монстров Спектра Вендергейст в той коллекции было украшение в виде цепей, то теперь оно перебазировалось в лямке. На ногах у Спектра Вендергейст Моу Монстеристес открытые туфельки с молдированным узором из черных цепей. Хм, где-то я их уже видела. Не подскажете? Ах, да! Эти туфельки мы уже видели в различных коллекциях, например, в серии Гул Спирит, то есть Коматный Дух, у той же самой Спектры. Сплетница хоть и вышла милашкой в данной коллекции, но, как по мне, она простовата и обычно в аутфите, поэтому... троечка. Но, опять-таки, тройка – это тоже оценка и вполне удовлетворительный результат. Это лично мое мнение, которое я вправе выражать, по крайней мере, на своем канале. А слушать меня или нет – дело уже ваше. Третьей девушкой в шоппинг-коллекции... Жопинг? Третьей девушкой в шоппинг-коллекции стала Джи Джи Грант с довольно необычной цветовой палитрой волос. Волосы Джи Джи Грант Моу Монстеристес распущены и достигают бедер. Две пряди спереди зачесаны назад и собраны в хвост. Основная копна волос окрашена в рыжий, а пряди сзади выполнены в синим и розовым цветах. Довольно необычный подбор для дочери Джина. Макияж у Джи Джи тоже интересный. Перламутровые и голубые тени, подчеркивающие ее большие глазки. На губах насыщена розовая помада. На шее и груди изображен Скорпион, предположительно Мехенди. А теперь стоит перейти к самому интересному этого персонажа. Ее длинное этническое платье в пол, что очень уж и редкое явление для кукол Монстер Хай, предпочитающих облачаться в довольно короткие платья. Кстати, она мне очень напоминает хиппи. Не находите мне ничего общего? Платье выполнено в яркой этнической палитре с необычными узорами, среди которых можно увидеть Скорпиончиков в виде сопровождающих Джи Джи, ну а также, конечно же, черепки Монстер Хай. В набор к ней прилагается картонка а-ля сумка, туфельки голубого цвета с витеватым узором на каблуке. Главное не спутать с кружкой. Кстати, это копия туфелек от Джи Джи Крант Скармэстер. К. Креатив. Сколько я не пыталась найти похожую куклу, замену ей вообще не найти. Она уникальна. Окей. Ммм, заслужила четверочку за свою милоту и настолько длинное платье. Ей, наверное, все монстряшки завидуют. Ну и, наконец, последний герой данного набора – Клодин Вульф. Ее я могу сравнить с Клодин из серии Скармэстер, но, однако, Клодин из набора выглядит побюджетней. Хотя, похоже, да? Как говорит мой папа, та же шипа, но только вид сбоку. Ее прическа по расцветке очень похожа на Нью Скармэстер, а также Каре на расцвет танца. В Молл Монстеристес у нее короткая прическа с прямой челкой, окрашенная в фиолетовый и зеленый, разделяющие волосы на два цвета. Правая фиолетовая и зеленая левая. Волосы, конечно, ох, сильно и добротно залачены. Производитель тут постарался. Золотистые глазки подведены голубыми тенями, а губы окрашены в насыщенный зеленый. Платье у Клодин очень простенькое, черного цвета с длинной черной лентой через все платье, на которой изображен животный и зелено-фиолетовый принт в тему. На поясе у Клодин голубой ремешок с заклепками. Образ Молл Монстеристес завершают высокие фиолетовые сапоги с ремешком и застежкой в виде черепка. Кстати, это точная копия сапожек у Гулиелпс с мотоциклом. В период релиза в Америке набор из пяти кукол для американского потребителя был финансово актуален. Но для граждан других стран он как был недоступен, так и остается редким сетом с не очень доступной ценой. Напишите в комментарии, нравится ли вам эти куколки и хотите ли вы этот сет к себе в коллекцию. А у кого он уже есть, отзовитесь! Буду рада почитать ваши комментарии и поотвечать на них. И не забывайте про мои соцсети, страницу и группу ВКонтакте, а также два моих Инстаграма. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк! Всех вас очень-очень люблю! Be cool and crazy! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok